Всем доброго времени суток, с вами HardFM и пиви Сарет в игре Транзисто, и мы продолжаем нашу эпическую эпопею, не побоюсь этих вузов, слов. На самом деле, да, эпическая эпопея звучит не очень, но она эпическая. Так, что я могу сделать? Давайте возьмем. 4% дополнительного опыта, почему бы и нет. Дальнейшие действия... Неофициальных властей к этой проблеме, но на это решение могли повлиять сведения, полученные по конфиденциальным каналам ОВС. По другим данным, она принимала участие в секретных переговорах с личностями, которые предположительно располагали информацию об обстоятельствах исчезновения ее друга. Встреча с ними была назначена на поздний вечер, в безымянном порту недалеко от города. Беспечный ездок. Данные с тем свежения, установленных на мотоцикле, свидетельствуют о том, что однажды поздним вечером Престон Мойл направился на северо-запад через каналы. Средняя скорость его передвижения на 228% превышала стандартные показатели. Несомненно, он знал, что северо-западной части Клаудбанка был присвоен статус оффлайн, идет расследование. Вероятно, именно этот факт предопределил его выбор. В гордом одиночестве пронестись на собственном байке через заброшенную часть города – такова была мечта Престона Мойла. И судя по радостному смеху, который был зарегистрирован на систему мотоцикла, мечта Мойла сбылась, однако на этом запись резко оборвалась. Поиск. Исчезновение. Ну, кстати говоря, если интересно, вы можете почитать биографию, потом договоренность и исчезновение. Когда трансляция Теннегана внезапно прекратилась, жители города пришли к мнению, что он просто решил немного отдохнуть. За всю свою карьеру Вейф не пропустил ни единого дня трансляции, поэтому его слушатели, несмотря на зачарование, отнеслись к такому шагу с пониманием и были одновременно рады за него и обеспокоены его судьбой. В большинстве своем они полагали, что Теннеган наконец ушел в отпуск, выполнив обещания, которые он давал уже не раз. Вскоре после этого эфирное время передачи перешло к молодому продюсеру Теннегана, однако его аудитория неуклонно снижалась, пока не достигла всего 22% от среднего количества слушателей Теннегана. Жалко. Жалко. Но, видимо, он тоже стал нужен нашим дорогим ребятам из... Как его? Из Камераты. Ну, исчезновение. Тоже, опять же, биография, высадка, исчезновение. Исчезновение мы только вот сейчас открыли. Участники Камераты полагали, что Шетцберг обладал значительным влиянием на молодых и энергичных жителей города. В свою очередь, Шетцберг сначала принял Камерату за группу администраторов. Он был шокирован и разносадован тем, что его так легко раскусили. И до решения всего, его знаменитые трюки с исчезновением не помогли ему сбежать на этот раз. Несмотря на это происшествие, более 80% жителей, считая себя фанатами Шетцберга, верят, что его исчезновение было не более чем частью очередного трюка. Глупцы. Оп. Карьера. Ну, биография, понятно. Карьера. Чтобы оценить влияние музыки, Рэд следует начать с рассмотрения текущего социального климата Клаудбанка и его изменений за последние два десятилетия. Конфликт, возникший в зрительном зале во время одного из ее выступлений, был первым подобным инцидентом за последние четыре года. Стычка казалась настолько серьезной, что на сцене были вынуждены появиться администраторы. Когда одному из подозреваемых был запрещен вход на территорию заведения, он обвинил Рэд в подстригательстве и провокациях. Позднее Рэд заявила, что именно в этот момент она по-настоящему поняла, какое мощное воздействие оказывает на людей ее музыка. Она решила принять определенные меры предосторожности и на время покинула сцену, сосредоточившись на написании нового материала и ограничив круг общения. Ее удиение, уединение, вызвало новые слухи, когда же вновь появилась на публике и случилась беда. Ашер Кендрилл stood for the camera, the cause to the bitter end. Секреты. Кендрилл был поражен мудростью и опытом администратора. Их объединила страсть к поискам истины. И, как выяснилось позже, не только это. Однажды администратор пригостил Кендрила в место, которое отличалось от всего, что он когда-либо видел, и рассказал ему то, чего он не мог даже представить. Администратор сказал ему, что вместе они смогут узнать очень многое о прошлом и о будущем, но только если Кендрилл сохранит это издание в тайны. Кендрилл принял решение, о, предложение не раздумывая. К тому же, к тому времени администратор уже значил для него намного больше, чем простой источник информации. О, секундочку. Так, давайте. Это нужно на пассивочку ставить определённо. Это мы прокачали, но поставим. Потому что, нет, не сюда. Потому что она очень мощная. На пассивку надо. Это тоже нужно на пассивку будет ставить, но пока мы поставим на слот. На активный скилл, вперёд. Вот так сделаем. Это готово. Это готово. Так. Это у нас тоже готово. Готово. Не готово. Давайте вот так. Или нет. Ну и... Ну и Максимилиана Дрази пока поставим. Сюда. Или нет. Да. Но только вот сюда лучше. Чувствую, вот это будет веселее. Да. Это супер. Суперский. Пейнк. Нифига. Так. Здесь будет заварушка. Он принадлежит, в смысле, этим, что ли, как-то? Ооо. Ооо. Нет. Да. Нет. Ха-ха. Нет. Вот так. Во, вот это дичь. Вот это дичь. Ха-ха. Улетел парень. Эм. Эу. Эу. Вот там и стой, ладно? Не подходи ко мне. Идичь. Нет. Ху. Должно хватить. Па-бам. Па-бам. Нормально. Так, теперь их только собрать. Быстренько. Ну, быстрее. Ха-ха. О, фу. А то я сейчас думал, будет жесть очередная. Так, пока живем. Привет. Тупица. Не-е-е. Оп. Вот так. Нормально, я думаю, тебе хватит. А это была резкая, я бы сказал. Нет, нет, вот это. Вот как-то так. Ба-ба. Как-то так надо делать. Ну, норм, норм, да. Осталось только пробить экран клетки, а так все. Кирайер. Как-то я день с самого себя не удовлетворен скилл-билдом все-таки немножечко. Опа, функция одного люна? Чего там об... А, точно. Исчезновение. Участники Камерата пришли за ней, когда зрители расходились после ее выступления. Они имели основания полагать, что в это время она будет репетировать новые композиции в одиночестве. Однако это оказалось не так, и присутствие свидетеля нарушило фланы Камерата на тот вечер. В результате событий, которые не могли предвидеть участники Камераты, Рэд выжила в столкновении и исчезла. И хотя ее данные остались нетронуты, произошла частичная передача, при которой Рэд получила право владения объектом, который Камерата считает своим. Ну, хреново вам, ребята, что я могу сказать. Исчезновение. Лиллиан Платт так и не выяснила, как исчез ее друг, но на один краткий миг она узнала всю правду о необычном феномене. Или феномене. Для Камераты Платт была скорее помехой, чем ценной возможностью одной из немногих, кто собрал какие-то сведения об их действиях. И когда пришло время, они сделали так, чтобы никто не заметил их рядом с ее последним известным местоположением. Согласно данному МВС, Платт пропала более двух недель назад, и ее след уже давно остыл. За последние 10 лет случаи убийства регистрировались в среднем реже одного раза в год. Однако в этом случае власти не исключают, что Лиллиан Платт стала жертвой преступления. Да. Грустно. Опять же, биография. Канал. Канал... Канал задумывался как некое выстав... А, да. Канал задумывался как некое выставочное пространство для демонстрации элек... Электи... А, эклектичных, прошу прощения, эклектика же. Эклектичных произведений, созданных приверженцами нестандартных жанров. Ранее возможности самовыражения таких авторов были весьма ограничены. Внезапно на госпожу Чейн обрушилось обвинение в провокации и беспорядках путем привлечения внимания к ничтожным вопросам. Не заслуживаем никакого внимания. Группа обвинительных была недовольна по 17 различным причинам. Экхем, секунду. Так, прошу прощения, меня позвонили... Меня позвонили, меня отвлекли. Канал. Так, сгде мы остановились? А, так, по 17 различным причинам, в том числе потому, что открытие канала вытеснило конкурирующее голосование за строительство станции метро. Благодаря новой станции жители Голдлока смогли бы добираться до седнего картала Хайверайзена много быстрее. В ходе этого инцидента Найола Чейн... Не могу. Найола Чейн невольно потерял самообладание, и конфликт мог осложниться, если бы не вмешать, что нескольких человек, вставших на ее защиту. Позже эти люди предложили ей свою поддержку. На случай, если подобное произойдет в будущем, она согласилась встретиться с ними, не подозревая, кем они в действительности являются. О, последнее у Ашера, или как его там... Ашер, блин, Эшер, кажется. Кендрилл продолжил свою работу в ОВС, но теперь Кендрилл, прошу прощения, Кендрилл Эшер. Продолжил свою работу в ОВС, но теперь у него появился скрытый мотив, поскольку он был приглашен в ближайшее окружение администраторов. Администратору требовался человек, подобный Эшеру, чтобы оставаться в тени. Эшер мог напрямую обращаться к сердцам и умам жителей и действительно понимать, что им нужно. Это должно было помочь и продолжать свою работу на благо общества. Клаудбанк стоял на пороге новой эры. Биография. Сегодня бренд Дарзи выбирает далеко не каждый. Однако, два года назад более 56% горожан в возрасте от 16 до 42 лет проявляли интерес к одежде Максимилиаса Дарзи, или восхищались теми, кто ее носил. Портной самоучка стал иконой стиля Клаудбанка в 20 с небольшим лет, после того, как представил миру линию одежды, которая ушла весьма далеко от формальных традиций. Кроме того, его работа была столь платворна, что оказалось, каждый житель Клаудбанка, что казалось, каждый житель Клаудбанка, в действительности его всего 80% населения, обрел свой индивидуальный стиль. Но, несмотря на карьерный успех, не все в жизни Дарзи было гладко. 31, мужской пол, дизайн, эстетика, стремление к красоте. Давайте-ка переберем. Так, здесь все, здесь все. Пассивка. Пассивка. Не туда! Да! Так, пассивка, отлично. Есть. 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 Нету. Есть. Нету. Отлично. Вот так. А, нет, давайте так все-таки лучше сделаем. Вот это. Вот это. Вот так. Вот так. Вот так. Дичь. Полнейшая дичь. Я вам скажу. И вот так. Нет. Ну, ладно, счет с ним. Этот скилл... Я его уже боюсь, он такой дикий. Че у нас здесь? Блоковые блоки, как эти. Они не просто деревья, домики и так далее. А теперь это все части информации, я понял себя. Дружим. Я думаю, они не любят свернуть. Ну да. А, кстати... Это мы обратно вернулись, что ли? Не видно фэрфюю от здесь. Но это там где-то. Ну-ка, 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 ну-ка. Есть у меня одна мысля? Момент. Согласен, но нет. Это я понял тебя. Ну, давай три. Один хп останется у него, серьезно? А, нет. Не останется. Так, это забрали. Ну, вот как-то так должно быть. По идее. Ай-яй-яй. Надо их пробивать срочно. Пинг-пинг. Ништяк. Касса. Что в кассе? Давайте просто спарками побьем все это. Ау-ау-ау. Или нет? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Посмотрим, как это будет. Ха, сразу два. Норм-норм-норм. Так, скорострелы надо наносить. Бам. Добей его вот этим, давай. Я верю в тебя. Или... Да, верю. А, изи. Че это? Прощай, Клоудбанк. Прощайте. Все. Она вроде еще что-то писала, но... Мы будем еще более лаконичны. Все. И все. Че-то. И все. Ну вот это мне не нравится. Какая-то томная музыка. О! Открыто полностью. Служба ОВСИ впервые заявила об исчезновении Мойла ровно пять дней спустя, поскольку его приятели были уверены, что он вот-вот вернется, как обычно. Его близкие друзья не особенно волновались первые три дня, но с каждым последующим днем их беспокойность возрастала в среднем на 84%. Постепенно это чувство передавалось многочисленным фанатам яркого таланта Мойла, однако администраторы отклоняли все заявления на организацию поиска про пашу-гонщика в закрытом районе. Жаль. Найола Чейн. До конца. Участники и камераты рассматривали Найолу Чейн в качестве своеобразного морального компаса или компаса. Поскольку ей в первую очередь двигали соображение благотворительности, она не добивалась личной выгоды. Не добивалась личной выгоды. Такая позиция казалась им важным противовесом при сопоставлении с некоторыми другими людьми, на которых у группы имелись планы. Работа этих людей была не менее значима для города, но их намерения были не столь прозрачны. После исчезновения Найолу Чейн ее знакомы и друзья были вынуждены признать, что происшествие на открытии канала пошатнуло ее внутреннее равновесие и подтолкнуло к решению ненадолго уехать для восстановления душевных сил. Вруть. Все вруть. Зависимость. В тайне от мира Дарзи страдал от нескольких зависимостей, которые, по его мнению, являлись источником его таланта, или скорее его вдохновения. К несчастью, он был прав. Что? Когда же Модельер решился на публичное признание и отказ от своих пристрастий, публика первоначально поддержала его, а затем карьера Дарзи пошла под откос. Теперь идеи уже не так часто осеняли его, или же он не успевал их воплотить. В результате, несмотря на протесты ближайшего друга и партнера, Максимилия свернулся к старым привычкам. Именно в этот период Дарзи свел знакомство с людьми, которые признались в том, что осведомлены о его состоянии и предложили Модельеру принять участие в эксперименте, который мог ислечить его без ущерба для таланта. Уверенный в том, что терять ему особенно нечего, Дарзи согласился на этот шаг. Глупый наркоман. Опасный. Опасный Олмарк. Ой, пардон. Заработал репутацию впечатляющего, безрассудного игрока. Он был очень силен, особенно для своего возраста и комплекции, и это приводило не только к победам его команды, но и к большому числу травм на поле. Фанаты других команд назвали его очень опасным игроком. Опасным опорником. Поскольку почти в каждом матче его соперники получали различные травмы. Это вызывало споры о том, действует ли Олмарк с умыслом, или не может контролировать себя, и обе эти возможности высылали беспокойство. Более того, организаторы лиги разработали новые правила безопасности, затрагивающие скорость и динамику игры, и Олмарк чувствовал свою персональную ответственность за эти нововведения. Однажды, после особенно тяжелого матча, один из журналистов спросил Олмарка, что он думает о своей печальной известности, и игрок признался, что планирует идти из спорта. Вскоре после этого интервью с Олмарком связался администратор, с которым тот познакомился на праздновании крупной победы. Администратор предложил ему помощь в заключении выгодной сделки. Прям что-то я заговариваюсь. Многое. Это уже n-ая серия подряд. Четвертая, что ли. И мне тяжеловато начинает уже быть. Ой, тяжело связывать мысли. Правильно, скажем так. И у меня сейчас такие прям затупы. И слова читаю не так, и произношу не так. И много лишних слов, повторения, там, лишних телодвижений, так сказать. Так, что у меня осталось? Тебя в пассивку. В пассивку я сказал. Так, ты готов? И тебя в пассивку, да? Так, ну, по старинке. Это. Это. Вот это. А, нет, стоп. Вот это. Вот это. Сюда. Вообще будет жесть. Ну, давайте. А, там два места осталось только. Давайте так. Дичь. Ох. Ладненько. Теперь можно идти вниз. Транзистор опять похорошела. Но это ничего. Мы сейчас... О, плакатик мой. Мы сейчас всех их... Ой, всех их, так сказать. Приговорим. Порежем на мелкие кусочки. На салат осенний. Всех их. На самом деле мы просто... Фрагментируем их. Или дефрагментируем. Да, не знаю. Чё ты такой злой? злой она и брат чё ты такой фигня серьезно что они могут мне противопоставить я так понимаю это типа эти роботы работники на самом-то деле и ничего более превращают город просто-напросто во что-то новое я как понимаю нет серьезно по-моему что-то не танцует а механизм ну они кончились уже почти вот теперь кажется да сейчас пойду проверю там местечко но естественно они же процессы они какие-то там машины наверное если не информация простая так вот ну я тоже с удовольствием бы ушел так еще не до конца да понял кстати вообще что он делает на слоте в пассивке я не понимаю понял а это понял неплохо так то есть я наношу урон цели и самой еще наношу урон когда получаю урон забавно так давайте музыку сменим ну петь ясно но дверка открыта новая конечно четыре семи вот опа вкусненькая водичка прям то что нужно жарким днем ну тебя возьмем и тебя возьмем почему сейчас навтыкаем пёсик изи давайте так поставим вот этого сюда ну и увеличение урона и даже наверное тебя ну и сзади у нас нас другая я думаю да а она в блоке понял 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 тебя вот так сделаем нормально жесть 20 так серьезно но не сюда вот по ней бедный пес о чем собственно проблема то так давайте я поставил на пассивочку все равно мне тебя качать надо гимнус давай попробуем согласен вот как-то так ништяк больно нормально все ты готов дальше next а зачем я использовал ход немножко непонятно ну ладно они кстати говоря сами сейчас вырывают сейчас покажу смотрите видите урон видите урон дичь иди сюда стой дичь 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 бам 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 дичь полнейшая дичь изи ну-ка уууу какая милота да давайте вот так минус механизм сейчас будет сам помощника надо забить побыстрее достой да стой куда ты я все ну-ка 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 изи а еще и этого убил тоже неплохо так так сюда это лучше вот сюда и пикапик пикапик да что-то в этом роли раз два три четыре как-то так вот вот ну уже как-то так ай-яй-яй еще один серьезно и сервис давайте давайте еще больше человек малого так нет вот так и вот так как-то так вот так вот но остался один этот ну ладно отхилившийся один этот вот вот как это все да ну легко же почему почему так легко вот испытания такие легкие это неинтересно даже серьезно ну давайте джонт и вот нет все было нормально изначально ну 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 да уж ну ну да 22 нет вот так и вот так оу там еще один оказывается я его пропустил малость нет нет вот так согласен и вот так надо тупица тупица ты реально не очень так нам сначала вот с этим разобраться хорошее вот этот тайм-стоп еще все-таки великолепно я даже сказал да да нет вот да последний на 10 последнего на а нет нам же не сказали видимо еще 2 вот так или нужно было можно так ну ты готов и ты готов и ты готов а дальше экшен дик дикий экшен вот как это допустим так слушайте вы призраки коммунизма домой ну а почему бы нет еще одна да ну давай еще две даже понял типа по количеству скиллов у меня в этом что если я хочу это сделать несколько иначе ладно с как иначе сделаю потом что бы вдруг мне нервничать дальше дальше и все нет не так вот так 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 давай привет согласен готов неуклюжий вирус ищите 20 плохо но для меня вот как-то так ты не умер давайте вот так 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 закидаем пёсик ау не успел ладно я все равно причем не бил все видимо нет сколько вас еще объясните мне пожалуйста это сюда это сюда это сюда сюда и это сюда будем создавать взрывные пакеты по фигу на все остальное нет и пинк нефига не нененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененененен О, всё. Идеально. О. Расчёт холодный, но главное, правильный. Вы офигели-то? Стоять, боец. Нет, всё-таки. Ха, миштяк. Хм, вот так, вот так, вот так. А я его не убил, блин. Нормально. Чёрт. Вот так вот. Лёгкая игра. Чёрт. Всё. Ну сколько можно? Наконец-таки. Аж 30% сразу дали. Ой, фу. Это было круто, согласен. Наверное, давайте на этом и закончим эту серию. И продолжим прямо в следующей серии. А то, кажется, это уже начинает потихонечку затягиваться. Всем доброго времени суток. С вами был Hard FM.